Бета-самка это условная баба с яйцами, а альфа-самка, ну и так придет мужик и меня спасет. На первом свидании я ему сразу сказала, фамигой менять не буду. Бета-самки, они не любят секс в принципе. Мне хочется о всех заботиться, я бы всех котиков мира собрала, все серьезно плакать. Вот так расплакаться может быть только человек с таким долгим, как у тебя. Задайте себе вопрос, мне нужно быть альфа-самкой или мне прикольно быть бабой с яйцами? Всем привет, меня зовут Анна Кравченко и вы на моем канале. Сегодня у нас будет с вами, как мне обещала Мартина, очень интересная тема. Мартина увлекается нумерологией и сказала, что даже по цифрам может сказать, какой макияж идет, нужна ли красная помада, либо не нужна красная помада. Я сама тебе написала, да, это чистая правда. Просто я честно не люблю рассказывать о нумерологии, потому что не хочу, чтобы люди меня ассоциировали конкретно там с астрологией и нумерологией. Но это так людям интересно, я вам сегодня такое расскажу просто. Поэтому я, собственно, тебе это предложила. Мартина Макеева, ютуб-продюсер самых модных и перспективных каналов, а также профессионал в статистическом психоанализе, который отвечает на вопросы о личности человека и его предназначении. Сегодня мы поговорим о том, что все женщины делятся на альфа и бета-самок. И сегодня вы узнаете, кто вы, альфа или бета, или может быть бета в альфа-состоянии. Вот, будет очень интересно, поэтому ставьте лайк этому видео. И, конечно, не забывайте подписываться на канал, ставить колокольчик, чек-лайк. Для меня это важно и это мотивирует снимать для вас классные новые видео. Я, кстати, принесла вот книжку «Альфа-бета-самка». Автор этой книги Ольга Перцева, собственно, она придумала статистический психоанализ по дате рождения. И она написала эту книгу. Я училась в ее школе, чтобы у людей не возникало вопросов, потому что они подумают, Мартина сама придумала, ну, как бы я, в принципе, могла бы, но нет. Мы все знаем, что женщины есть очень разные. Вот мы встречаем, и одна кажется нам феминисткой, вторая нам кажется гедонисткой. Знаешь, типа, а кто такая гедонистка? Это, которая кайфует из жизни. Вот сегодня мы определим, вы к феминисткам или к гедонисткам, то есть вы альфа-самка или бета-самка. Смотри, вот, чтобы ты поняла, и зрители тоже, в нумерологии альфа-самка – это не та, которая баба с яйцами, наоборот, бета-самка – это условная баба с яйцами, которой не очень нужен мужчина, потому что она, в принципе, может все сама. А альфа-самка – это такая непродуманная, легкая девочка, которая, там, нуждается всегда в помощи. Все мужчины на этой земле приходят ей на помощь, потому что она точно сама не справится. Их видно за километр. Вот эти женщины-альфа-самки, которые, вот, они проходят так в ресторане, и все вот так оборачиваются, вот, это прошла альфа-самка. Их очень мало, на самом деле. Альфа-самок? Да. Все равно больше бета-самок. Или альфа-самок в бета-состоянии. Потому что бывает такое, знаешь, что ты родилась альфа-самкой, но у тебя, не знаю, муж алкоголик, или, вон, тряпка, или еще что-то, еще пришлось нарастить себе яйца. А, и, кстати, они выглядят даже по-другому. Вот я сейчас все объясню вам, и вот ты просто потом будешь понимать. Первое, что вам нужно сделать, это ввести в гугле просто квадрат Пифагора, или, например, зайти на сайт ненумеролог и ввести вашу дату рождения. И вам появится вот такая таблица, вот такая, с секторами, где вот тут будет характер, здоровье, удача, энергия, логика, долг, интерес, труд и память. Но самое важное, вот тут в углу у вас будет сектор, тем, тем, пирамид. И вот этот сектор и дает нам понять, вы альфа или бета-самка. Его еще называют плотская, или, другими словами, сексуальность. Вот это в женщинах самый такой определяющий их тип фактов. И у нас всегда тут единицы, тут двойки, шестерки, семерки, восьмерки, девятки. На первый взгляд вам покажется, что это сложно, но это потому, что я все это прописывала. А у вас автоматически, вам любая программа выдаст вот такую матрицу, это называется матрица по Пифагору, она, и сразу вы видите, сколько у вас единиц, сколько у вас двоек, сколько у вас троек, сколько четверок, пятерок, шестерок, семерок, восьмерок и девяток. И вот сумма вот эта по диагонали и дает нам темперамент. Первое, что вы должны посмотреть, какой у вас темперамент. Если у вас темперамент 0, 1 или 2, вы бета-самка. А если у вас темперамент 3, 4 и до 8, то вы альфа. Есть женщины с сильным характером. Если у вас тут, например, 4, 5, 6, 7 единиц и пустой темперамент или темперамент 1, 2, то ты бета-самка. Классический пример такой бета-самки это Ксения Собчак. То есть это очень классная женщина, которая давит характером. Есть второй тип. Это те, которые давят энергии. При, например, трех двойках и низком темпераменте. Это, например, Бузова. А есть те, которые еще додавливают долгом. То есть это опекой. И с пустым или низким темпераментом. Вот. И, собственно, если вы видите в своей матрице, да, много единиц, много двоек, много восьмерок и пустой темперамент, вы бета-самка. Женщина, которая не излучает секс. Как это не обидно звучит, но это правда. А Бузова не излучает секс. А Собчак? Хоть в трусах ходит, но секс от нее не идет. Теперь вопрос. Как ты считаешь, например, Ким Кардашьян, она излучает секс? Она да. А дело в том, что она классический пример бета-самки. То есть если ты видишь девушку, у которой идеальные стрелки, днем стрелки вот такие, ресницы наклеенные, она в латексе, или, например, там сильно сиськи наверх, жопа туда и так далее, волосы нарощены, это бета-самка, которая пытается скрыть отсутствие своей сексуальности. Когда у тебя есть вот эта сексуальность изнутри идет, тебе вообще не нужно. Ты понимаешь, что тебе вообще не нужно. Ты можешь, не знаю, условно быть просто с дулькой на голове, не накрашенной, ты идешь, и все мужики падают в оморок. А когда у тебя нет внутреннего секса, ты начинаешь его агрессивно проявлять. Поэтому очень часто есть такие представительницы, как, допустим, Ким Кардашьян, которая пытается показать, типа, я секс. Смотри, есть очень яркая представительница бета-самок, которая тоже не очень понятна, это Надя Дорофеева. У нее вообще полностью пустой темперамент, ноль. Как еще проявляется этот пустой темперамент? Кроме того, что она ходит в кроп-топах, кроме того, что она всегда накрашенная стрелки и так далее, она еще выглядит, как вечный подросток. То есть бета-самки могут проявляться в разных состояниях, условно. Если девочка выглядит всю жизнь как подросток, это гарантированная бета-самка. Если она выглядит как пацанка, с короткой стрижкой и так далее, это вот эта бета-самка. Если она кричащий секс, вульгарный даже, такой ограничащий, то она тоже бета-самка. Кстати, нафотографировала себе показать просто примеры классических бета-самок, просто чтобы люди понимали. Наоми Кемпбелл. Она давит энергией с низким темпераментом. То есть у нее есть такие угловатые, грубоватые. Они часто еще проявляются в странном тембре голоса. То есть бета-самки, например... Низкие, да? Или низкие, или наоборот, вот такой. Или, например, еще есть, который, знаешь, такой голос противный. Вот такой. Это вот просто бета-самка. Если ты слышишь противный голос, это бета-самка. Вот. А еще в походке. Особенно, знаешь... Лева, отойди, потому что я буду ходить. Вот, знаешь... Мне безопасно для жизни. Когда ты видишь женщину, которая вот так ходит, там. Или, знаешь, просто некрасиво. Или не носит каблуки. Это однозначно тоже бета-самка. Упс, I did it again. Бритни Спирс. Вот полностью пустой темперамент. Полностью пустая диагональ. Вот я покажу. Абсолютно пустая диагональ. Как у Нади Дорофеевой. Она или же будет постоянно в состоянии вечного подростка, вот. Или мы видим вот эту какую-то не угловатость, а сексуальность. То есть, если бы она была худея на 30 килограмм, она бы выглядела, наверное, как Нади Дорофеева. Но Деми Мур тоже полностью пустая диагональ темперамента. Поэтому она солдат Джейн. Иногда она проявляется прямо, да? Вот именно, не знаю, короткая стрижка, тело такое мускулинное. Это тоже так проявляются внешне бета-самки. У Нади Дорофеева она бета-самка, которая давит энергией. Но когда у тебя четыре двойки, как у Бузовой, как у Нади, ты можешь просто вот так держать энергию стадиона. Бета-самки, они не любят секс в принципе. Они не умеют получать удовольствие. В этой книге есть целая глава о оргазме и о том, как бета-самка, к сожалению, не может получать удовольствие. Для бета-самки, если у них много двойки или четверок, секс это спорт. Я на карантине, мне нечем было заняться, все мы сидели дома, и я много консультировала. И я видела женщины с пустым темпераментом, у которых переполнены двойки и четверки, которые мне рассказывали, что они любят агрессивный секс, потому что у них много внутри агрессии, и они кончают много, но при этом это всегда через агрессивный секс. Ну, типа секс как спорт. Поэтому это не приговор. То есть сейчас вот посыпется комментарий, типа у меня темперамент пусто, но я пять раз кончаю. Такое тоже может быть, я встречала. Но в целом, женщины, которые любят прелюдию, ласку, которые вот прям могут долго заниматься сексом, это все-таки альфа-самки. Это когда темперамент 4, 5, 6 и больше. Собрались косметичку разобрать. Еще бета-самки в принципе не умеют краситься. То есть я знаю, у меня есть пару подруг бета-самок именно с пустым темпераментом, ты не понимаешь, я вот так прихожу, а у него именно тональный вот так наквайтен, вот все просто пятнами. И я говорю, ты перед зеркалом красишься, свет включила? Такое ощущение, что она вообще даже свет не включила, просто не включила свет. Но точно знаю, что этот навык можно прокачать. Любого человека можно научить краситься, но технически это одно дело. А второе дело научить человека понимать, что модно. Иногда вроде макияж сделанный классно, технически, но ты видишь, что это макияж из 90-х. А бывает, что человек даже особо не умеет технически краситься, пальцем тени притоптал на веки, и это уже выглядит классно, стильно и модно. Вот так красятся альфа-самки. Они, альфа-самки, это девочки, которые просто руками вот так притоптал тени на веки, как ты говоришь, и это выглядит круто. Как понять альфа-самку, да? У альфа-самки, вот это все надо перечеркнуть, у альфа-самки всегда или две тройки, или три, или даже четыре. У них тут темперамент, темперамент там, не знаю, четыре, может быть, пять. И у них всегда пустая логика. Вот тут должно быть пусто, потому что альфа-самка не может быть продуманной. Логика, вот этот сектор, он отвечает за способность человека продумывать шаг два, три, пять. Это люди, как правило, которые всегда перфекционисты. Они, это ты, кстати. Они всегда о деньгах, или о деньгах. Я не знаю, как правильно. Вот если взять из классических примеров, то это Камерон Диас и Джулия Робертс. Это такие самые-самые классические альфа-самки. А если брать из моего близкого окружения, то это Наталья Гоцый и Катя Сильченко. Классические полностью альфа-самки. Утонченные, женственные, несмотря на короткую стрижку, вообще неважно. Не продуманные, не суки, красивые, легкие, хочется о них заботиться и так далее. Но при этом, допустим, та же Сильченко, она, имея характер 4 единицы, иногда впадает в состояние беты. То есть, если она с мужчиной, вот это так заметно, она с мужчиной проявляется, как такая альфа-альфа, просто кошечка. Как только мужчины нет, она заходит в свое пространство, там, в офисе, и всем, оп, раздаю. Поэтому она не настолько, как бы, яркий представитель, но яркий. Минусы альфа-самки какие? Она иногда специально, не знаю, теряет работу, теряет деньги, у нее всегда ничего нет за душой, потому что, ну и так придет мужик и меня спасет. И они иногда специально ныряют в эти состояния, чтобы их пришли и спасли. Почему я сегодня надела кожаные брюки и в черной, и с красной помадой? Это очень важно. Есть, вот есть альфы, беты, есть там разные эти состояния, а есть темперамент 3. Короче, это типа, вот темперамент 3. Это отдельная вот такая важная составляющая. Как он проявляется? Вот если бета-самка надевает кожу, она выглядит вульгарно. Альфа-самка просто не надевает, она наденет кожу, ну ей как-то вообще, то есть она наденет платье в цветочек или какой-то там кашемировый, уютный кардиган. Да, да, да. У Сильченко и у меня темперамент 3. Это женщины, если они надевают кожу, их это не делает вульгарными, да? Им можно носить красную помаду, черный цвет и кожу, бордовые оттенки, вот такой бургундия такая, знаешь, вот это прям для темперамента 3. Поэтому, если у вас темперамент 3, я вам, собственно, рекомендую и красную помаду, и кожу, и все на свете. Да давай меня разберем. Да, хорошо, давай. Как ты думаешь, вот ты чувствуешь, я по описанию уже описала, ты думаешь, ты альфа или бета? Ну, я точно смесь альфа-бета, но мне кажется, что у меня больше альфы, чем бета. Хотя, не знаю. Так, я сейчас твою матрицу нарисую всем. Все узнают правду о тебе. Это чего там у меня нет? Все боятся. Когда чего-то нет, да? Да, но это вообще ничего не значит. Труда нет. Все эти сектора, вот характер меняется с долгого. Это все очень сложно, да? Энергия со здоровьем, логика с памятью и так далее. Но есть один сектор, который вообще никуда не переходит. Вот ты рождена или счастливым человеком, или унылым говном. Ага. Вот. И это в сектор интерес. Если тут пусто или одна тройка, то у тебя проблемы. Очень многие люди, они живут без троек, вот, и это, ну, это говорит о том, что у них есть или какой-то страх, или они просто утром проснулись и не хочется им улыбаться. У меня две тройки, у Гоцей две тройки, у Истильченко две тройки. Ага. И больше того, я тебе хочу сказать, что люди, девочки, в принципе, дружат по принципу альфы с альфами, бета с бетами. Люди с двумя тройками, у которых высокий темперамент. Это девочки, которые, Заюша, как твои дела? давай поцелуемся, блин, ты такая красивая. Для них это естественное, как бы, общение. А для бета-самок это просто пипчет и раздражает. То есть, понимаешь, типа, когда бета-самке надо ма-ма-ма, а ей уже просто плохо, понимаешь. Вот. И им не нравится вот такое проявление, и поэтому они на уровне интуитивно, не понимая свою матрицу, дружат вот такими группками. У тебя как бы темперамент 4 и 2 тройки есть, то есть ты излучаешь вот эту энергию, счастье и так далее, хотя, видишь, у тебя энергия, недостаток энергии, у меня тоже недостаток. То есть я утром проснулась, уже немножко устала, но, блин, у меня же характер. Характер, да, да, все, дожимаешь себя, давай, ты что, слабак, все. Очень много проявлений, очень сильных, волевых, таких, которые, ну, как баба с яйцами. Первое проявление это характер, очень сильный характер лидера, 4 единицы, и самое, вот это, вот это, вот это, 2, 2, когда 2 восьмерки в долге, да, то этот человек, он считает, что он всем должен, он такой очень добрый, такой, чуть-чуть даже терпила, все на нем едут, так далее, а когда тут 3, 3 восьмерки, это фанатик, то есть ты фанатик своего дела, то есть одержимость своей работой у тебя на первом месте, то есть если, не дай бог, я тебе такого не желаю, но если вдруг у тебя станет там выбор, семья либо работа, то будет работа, да, ты так, ну да, поэтому мы, когда с мужем начали встречаться, только на первом свидании я ему сразу сказал, фамилию менять не буду, потому что для меня фамилия важна для работы, меня уже все знают как Краученко, в смысле, ну в смысле вот так, и все, да, то есть между семьей либо работой, мы не говорим о детях сейчас, конечно, дети, это уже немножко другая история, но изначально, в начале отношений для меня главнее была работа. Я тебе очень важную вещь скажу, она не касается сейчас альфа-бета-самок, это число судьбы, это про предназначение, у тебя число судьбы бизнесмена, то есть бизнес, это твое, вот вы с сестрой говорили, что она больше про бизнес, но на самом деле про бизнес в вашей семье ты, она про риск, у нее число судьбы 5, она может пробовать, она может вести там 8 направлений одновременно, то есть ты сильным характером, фанатизмом, число судьбы 8 и загруженной логики строишь империю, которая должна просто работать, вот так деньги, вот так вращаться, и чем больше ты будешь уходить в масс-маркет, чем шире будешь ты становиться, тем больше будет приходить денег, ага, и еще у тебя есть быт 3, тут внизу, это код инвестора, то есть чуйка, куда вкладывать, куда не вкладывать, есть у тебя, но это тема совсем другой истории, предназначение, но я не могла не рассказать Ане, потому что раз сегодня мы говорим о нумерологии, я должна была Ане рассказать, что она просто бизнесмен, который рождена на небесах, твоя звезда, число судьбы 8. У меня улыбка ведь, ага. Нумерология верит, что эта матрица вступает в действие в 35 лет. Ооо, то есть у тебя все еще впереди, подготовка, тебе сколько сейчас? 33 будет. А, слушай, когда 35, ты не понимаешь, просто у тебя будет точно уже завод, вот просто, давай сможем поспорить, но у тебя и так будет, Будет, да, уже без светом, я думаю. Такой оборот сумасшедший. Самое важное, что вам нужно быть честными с собой, вот самое важное, задайте себе вопрос, мне нужно быть альфа-самкой, или мне прикольно быть бабой с яйцами, потому что женщины, у них вот эта конгруентность, знаешь, они ходят на тренинги к психологу и так далее, чтобы прокачать свою женственность, а потом, получив эту женственность, они становятся несчастными, понимаешь, потому что это не ее естественное состояние. Кстати, я тоже в это игралась, посвятила там год своей жизни поэзии, и я вот с этими локонами, ну ты, наверное, видела, да, и я пыталась тогда примерить на себя образ, который не сильно мне ну, как бы свойственный, у меня даже голос поменялся, вот реально, я когда читаю стихи, у меня даже голос другой, сентябрь резко окружил, закуталась любовь в пальто, неважно летом, кто кого любил, у осени всегда свое кино. реально другой голос. Ты понимаешь, это другой голос, это другой человек, это та же Мартина в альфа состоянии, и я сейчас, ну конкретно, ты понимаешь, это Мартина в бета состоянии. Кожа, красные губы, подача вот такая. Конечно же, какую Мартину любят мужчины? Ну, конечно, Мартину с локонами, которая шепчет им на ухо, божь, божь, ты такой классный, вот, но скажу тебе честно, это такое сейчас откровение, я так в какой-то момент заигралась в эту добрую Мартину, я так ее назову, что мне было очень неприкольно. Во-первых, да, во-первых, я впадала в какие-то там депрессивные состояния, я, меня обижали люди, то есть, у меня появились какие-то токсичные люди, они могли себе позволить сказать мне, что я какая-то не такая, и это было постоянно, а потом я в какой-то момент поняла, так, Мартина, соберись, верните, пожалуйста, раз, три, четыре, пять, да, раз, два, три, четыре, пять, Мартина возвращается, и я вернулась в свое естественное состояние, вот, и теперь я в ресурсе, и всем я пишу, Мартина, вы в таком ресурсе, вы такая ресурсная женщина, вы просто должны отследить в себе, задавать себе правильные вопросы, в каком состоянии вам нравится больше, вы сами себе нравитесь. Самое главное, комфортно, чтобы было комфортно, и тогда не будет никаких депрессий, нересурсного состояния, не будет понимания того, что, ой, я не знаю, что я хочу, то есть, тоже есть большое количество людей, которые просто не знают, чего они хотят, то ли с мужчиной быть, то ли заводы строить, да, а нужно разобраться, мне кажется, изначально с самой собой. А ты решила? Альфа-самка. моих дел, которые я обязательно сделаю через несколько лет, это будет приют для животных, для котиков, у которых, которые с особенностями, у которых там лапок нет, либо еще что-то, боже, я бы их всех вот так вот... Аня, почему я не удивлена? Короче, люди с тремя восьмерками, их после 35 лет начинают сильно накрывать, поэтому ты будь осторожна, они уходят или в церковь, вот просто фанатично верующие, или начинают открывать приюты для пенсионера, для кошечек, для собачек, для всех на свете. Сейчас серьезно плакали, вот вспомнила апельсина, котика, мы ему помогаем. Мартина Макеева довела Анну Кравченко до слез. До слез, да, да, ой, подождите. Смотри, вот эти восьмерки это про способность человека эмпатию проявлять к другим. Люди, которые пусто, они никому ничего не должны. Вот так расплакаться может быть только человек с таким долгим, как у тебя. Это первое. А второе, у людей с этими восьмерками супер обостренное чувство справедливости. Вообще, просто они готовы просто сражаться за правду, просто сражаться за правду. Когда меня, ну мне там что-то говорят, там страшная, картавая, какая там толстая еще, мне вообще пофиг. Вот, я вообще на эту информацию никогда не реагирую. Меня, какой-то развить во мне комплекс, не знаю, мне кажется, невозможно. Но если это касается кого-то, вот там, накричание на официанта в ресторане, например, я могу расплакаться, мне может стать его жалко, я его позову, дам ему чай в их. У меня несколько раз такое было. Есть минус в этой истории? Люди могут тобой пользоваться. Да, поэтому у меня сотрудники, у меня очень много людей, которых я с нуля воспитала. Если я вижу человека, я вижу чемпионат, я говорю, так, ты будешь чемпионом мира, я готова потратить 60 часов своего времени, просто бесплатно. У меня человек становится чемпионом мира, а потом такой, ну я же чемпион мира, все, давай, до свидания, я открываю свой салон. И у меня таких людей, наверное, только из визажистов, ну человек 60, наверное, было. Окей, у меня ресурсов хватает энергетического для этого. А, еще один, знаешь, секретик тебе скажу? Я когда-то консультировала флористов, они тоже руками работают, да, и так было удивительно, сидело 30 человек, и у всех были шестерки в руках. Смотри, если ты набираешь людей, визажистов, и у них есть шестерки про работу руками, они будут лучше работать и лучше красить, если честно. Поэтому ты можешь проверять их по матрице, или мне присылай, я так, берем, не берем на работу, берем, не берем на работу. Если вам что-то непонятно, пишите в комментариях свою матрицу, вот так пишите, один, один, пусто, там, два, два, четыре, там, столько там, и так далее, и задавайте вопрос. Я помогу вам разобраться, вы альфа или бета, и если у вас есть какая-то конкретика, что вам делать, куда двигаться, и так далее, то я тоже отвечу на ваши вопросы, поэтому жду вас в комментариях. Сегодня у нас был экспериментальный эфир, кстати, напишите, как вам понравилось, либо нет, и кого бы вы хотели еще увидеть, например, диагномиста, психолога, либо астролога. Знаешь, Оля Фреймут всегда говорит, не ходить по иншим каналам, а поскольку у меня своего личного YouTube-канала нет, я поэтому хожу на YouTube-каналы своих любимых клиентов, поэтому для нас очень важно каждая ваша подписка. Подписывайтесь на канал Анны Кравченко, следите за нами, мы будем делать для вас контент всегда лучше. Мы с вами увидимся через неделю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok